Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Сколько оленеводов нуждается в жилье, какая сеть убойных пунктов может быть оптимальной и как выйти на траекторию развития коренного населения? Глава региона Александр Цибульский поручил разработать конкретный план по поддержке КМНС. 80-летний юбилей отметила 4-я городская школа. Поздравления накануне принимали учителя, ветераны педагогического труда, выпускники разных лет. В нашем эфире кадры с торжества. Футболисты из Заполярья открыли сезон. В Нарьинмаре стартовал кубок округа по мини-футболу. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. В эту среду в Заполярье стартует прием заявлений от желающих оздоровить своих детей за счет окружного бюджета по путевкам мать и дитя. Об этом сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона сообщил руководитель профильного ведомства Сергей Сверидов. Обсудили и ряд других важных вопросов. В частности, речь шла о поддержке коренных и малочисленных народов Севера, строительстве жилья и социальных объектов. Более подробно расскажем в следующем материале. Одно из первых поручений, которые прозвучали в ходе еженедельного оперативного совещания, Александр Цибульский адресовал вице-губернатору, курирующему деятельность КМНС Валентине Сганич. По мнению главы региона, на сегодняшний день существует необходимость создания конкретного плана по поддержке традиционной деятельности кочевого населения субъекта. Вопросов много. Сколько оленеводов нуждается в жилье, какая сеть убойных пунктов может быть оптимальной и как выйти на траекторию развития коренного населения. Мы же с вами говорили о том, что мы можем в том числе и выстроить свою систему. Это же надо, это понятно, что какое-то субсидирование доставки мяса, это сеть убойных пунктов, это там, где надо построить жилье. Посмотреть на такое хорошее системное плановое развитие. Вот я вам ставлю тогда задачу, вы вместе с коллегами, да, под своим председателем собирайте, давайте мы хотя бы до, наверное, февраля, конца февраля вот такую программу разработаем, чтобы нам хотя бы понимать, первое, четкий план развития, что нам надо сделать, как создать условия для того, чтобы работа стала приносить меньше издержек и больше прибыли и, соответственно, давала возможность заниматься традиционным видом деятельности с максимальным комфортом и с максимальным соответствием современным услугам. В продолжение темы поддержки КМНС Михаил Васильев сообщил, что в ближайшее время еще один оленевод будет обеспечен новым жильем. В свою очередь глава региона заявил о необходимости усиления контроля за ходом возведения жилых домов и социальных объектов, о стройках региона отчиталась руководитель профильного окружного ведомства. В частности, Валентина Саутина рассказала о том, какие работы ведутся на новой третьей школе. Школа у нас идет внутри, в основном, строительство. Гаражи заканчивают навеску ворот электрических. Автокласс подготовили, фасадные работы все сделаны внутри. Мы договорились, что нам оборудуют место для строительных штабов, которые мы планируем проводить с образованием, с представителями школы и департамент. Ну и при необходимости будем приглашать коллег. Начальная школа. Соколь, я смотрю, где сделано. Соколь, да. Там поставлено 4 человека для того, чтобы к вводу объекта эти работы были выполнены. Там опасений нет. Начальная школа выпрошена за один раз. В ходе оперативного совещания Сергей Свиридов сообщил о старте приема заявлений на предоставление путевок мать и дитя. На данную меру поддержки могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двухкратной величины прожиточного минимума. Оздоровиться за счет округа смогут дети с 4 до 12 лет с 3 группой здоровья и дети с 4 до 15 лет с 4 и 5 группами. Сопровождать малышей к месту отдыха по-прежнему могут один из родителей, опекун, бабушка или дедушка. С заявлением на получение путевок можно обращаться в МФЦ или отделение санкции населения и прием заявлений продлится до 20 декабря 2019 года. Кроме того, граждане, имеющие право на получение бесплатных путевок, имеют право приобрести их самостоятельно и получить компенсацию расходов по приобретению каждых путевок. В завершение оперативного совещания по традиции отчитались главы муниципальных образований. Алина Волучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. С 1 января 2020 года предприниматели, зарегистрированные на территории Ненецкого округа и применяющие упрощенную систему налогообложения, получат преференции в виде пониженных ставок. Изменения в окружном налоговом законодательстве обсудили накануне в Центре развития бизнеса. Там состоялась встреча вице-губернатора Татьяны Лагвиненко и представителей бизнес-сообщества. В настоящее время упрощенка действует по двум схемам. У СН-доходы, где налоговая ставка варьируется от 1% до 5% в зависимости от вида деятельности, и у СН-доходы минус расходы. Здесь ставка составляет от 5% до 15%. Со следующего года ставка налога на доходы снизится до 1%, а налога с прибыли – до 5%. Как отметила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко, при этом не будут устанавливаться дополнительные условия, будь то число занятых или сроки действия минимальных ставок. Есть определенная активность компаний по приходу на нашу территорию, и мы сейчас, конечно, вот этот круглый столб посвящен тому, что готовы ли у нас помещения для развертывания офисов, баз, ладов, если придут предприниматели работать на нашу территорию. Предпринимательское сообщество говорит, что да, готово, поэтому мы эти предложения разместим на сайте Центра развития бизнеса. Как указано в пояснительной записке к проекту окружного закона, снижение налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса является стимулирующим фактором для развития предпринимательства в регионе. Например, будут созданы условия для увеличения количества занятых, появятся свободные средства на развитие бизнеса и открытие новых направлений, снизится себестоимость продукции, повысится зарплата работников. Да, мы в течение всего года практически работали над теми, допустим, стоп-факторами, которые тормозят работу бизнеса, поскольку задачи национального проекта очень серьезные, амбициозные. Тестичь их на Крайнем Севере в условиях высокой, так сказать, стоимости трудовых ресурсов очень сложно, поэтому мы с ними отрабатывали, очень много было у нас круглых столов, деловых игр мы проводили, и пришли к выводу, предпринимательства, что самое главное – это все-таки налоговая премия. Поэтому то, что в наших силах округа, в принципе, мы принимаем сейчас, эту ценку снижаем. Напомню, при выборе той или иной процентной ставки для своего бизнеса предприниматель не может изменить ее в течение года. То есть, если предприниматель выбрал объект доходы со ставкой 5%, но при этом расходы больше, чем доходы, то перейти на другую систему можно будет только в следующем году. В ночь с 18 на 19 ноября в региональном филиале РТПЦ пройдут технические работы по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса. Это может вызвать сброс настроек цифрового ТВ. В этом случае жителям региона необходимо будет перенастроить приемники цифрового телевидения. В 2019 году Россия совершила переход с аналогового эфирного телевидения на цифровое. Зрителям по всей стране уже доступны 20 каналов в отличном качестве. Следующим этапом станет врезка региональных операторов на девятую кнопку на ОТР «Общественное телевидение России». Два пилотных региона запустили свое вещание на федеральном канале 5 ноября. Это Омская и Калининградская области. Остальные регионы будут подключаться к цифровому вещанию по мере готовности, в том числе и Ненецкий округ. Региональным информационным оператором в нашем округе определена Ненецкая телерадиовещательная компания. После проведения всех необходимых технических работ программы телеканала «Север» можно будет смотреть в цифровом формате на федеральном канале ОТР. О дате выхода будет сообщено дополнительно. С 18 по 24 у нас местная Архангельская ОТПЦ и местный наш филиал Ненмарского ОТРС будут настраивать все наши передатчики. По опыту коллег из пилотных регионов, это Омская область и Калининградская область, они перешли уже 5 ноября. Некоторые модели приставок цифровых наших, которые у граждан находятся, не смогли сами перенастроиться автоматически, поэтому необходимо будет при сбоях телевизионного показа просто взять и запустить снова автонастройку, ну или в ручном режиме. Но опять же предупреждаю, что это очень малое количество приставок, то есть я очень надеюсь, что у наших жителей все приставки современные, ничего настраивать не придется. В случае, если с перезапуском приемников цифрового телевидения возникнут трудности, можно будет обратиться по телефону горячей линии 8 800 220 20 02. И теперь к другим темам. 80-летний юбилей отметила 4-я городская школа. Поздравления накануне принимали учителя, ветераны педагогического труда, выпускники разных лет. Торжественный концерт состоялся накануне в культурном центре Арктика. С подробностями моя коллега Ольга Русул. Первый учебный год в 4-й школе стартовал в 1939 году. Тогда образовательное учреждение имело статус неполной средней школы или семилетки. Вячеслав Карипанов, выпускник школы, вспоминает, что их класс был последним выпуском семилетнего образования, после которого школа перешла в восьмилетний цикл обучения. Еще одно яркое воспоминание 4-го класса. Каждый год одноклассники Вячеслава Кузьмича сдавали выпускные экзамены. Именно поэтому знания, полученные в 4-й школе, он считает самыми прочными. Были великолепные учителя, именно энтузиасты своего дела. Прекрасно помню Людю Григорьевну Рожину, которая была наша первая учительница. Учительница математики уже в старших классах. Болотову Раису Трофимовну, ну, естественно, Скробову, ну, помним, как энтузиаста, огромного энтузиаста, ботаники, зоологии, с великолепным кабинетом. В то время это были, наверное, еще единственные кабинеты. Так дальше школа была, сейчас нету ее этой школы, тогда учиться еще. Ну, интересная жизнь была вообще. Вот, поздравляю всех выпускников с юбилеем, желаю всем крепкого здоровья, всего хорошего. В 1962 году четвертая школа была преобразована в восьмилетнюю, а в 1991 году в среднюю. За свою историю школа поменяла несколько зданий. Нынешние выпускники, ученики 11 класса, еще помнят, как начинали учебу в старенькой деревянной школе. Со второго класса мы учимся в новом здании, которое, ну, стало уже тоже, можно сказать, вторым домом. Мы, ну, изначально это было тяжело, потому что большое здание, это обширное было, тяжело привыкать к кабинетам. Потом уже со временем, когда вот перешли в старшую школу, стали привыкать, и каждый кабинет, как будто бы своя комната, заходишь и, может, там чувствуешь себя в комфортной обстановке. Я считаю, что у нас самые лучшие учителя, которые могут научить нас новому, которые подготавливают нас к жизни в первую очередь. И мы привыкли к нашей школе, и считаем ее также своим вторым домом. В разное время в этой школе, имеющей богатую историю и славные педагогические традиции, работали заслуженные учителя России. Ольга Григорьева учила детей в четвертой школе с 1976 года по 2005. Преподавала русский язык, а затем историю и общество знания. Коллектив четвертой школы темой отличается, что он очень дружный, сплоченный, и там хорошие очень взаимоотношения. Поэтому, кто работал в этой школе, тот это и ценит, мне кажется. Надежда Ануфриева отработала в школе номер 4 33 года. Была завучем, а потом руководителем учебного заведения. Уникальна она тем, что там люди доброжелательные очень. Очень хорошие, по крайней мере, я, когда пришла в эту школу, я попала к таким людям, к таким асам, что, не знаю, я у них училась всему. И что мне преподавали, это была ерунда. Это их преподавание все полностью было. По словам одного из самых креативных школьных директоров Татьяны Бадьян, на долю ее руководства образовательным учреждением выпали самые крупные преобразования в школе, что являлось отражением региональных и общероссийских инициатив в системе образования. Именно на этот период выпали тогда все участия в таких национальных проектах, как образование, это лучшие учителя России, так называемые статысячники, двухтысячники. Серьезно было. Мы работали при перемене двух законов об образовании. И это все подвело к тому, что действительно, такое крылатое выражение, что школа – второй дом, это, наверное, это так. Потому что работают группы продленного дня, потому что работает школа полного дня. И самое главное, даже дополнительное образование в стенах нашей четвертой школы можно сейчас получить. Одна из лучших школ в регионе, четвертая, продолжает развиваться и совершенствовать школьную систему обучения. Здесь появляются новые образовательные направления и технологии. Четвертая школа шагает в ногу со временем. История очень большая у этой школы. Прекрасные учителя в ней работают. Прекрасные дети, которые вышли из стен школы и добились уже успеха в своей жизни. И, конечно, в день рождения я хочу пожелать всем, самое главное, крепкого здоровья, успехов, счастья. Благополучия. Чтобы наши дети нас радовали. Чтобы школа приносила счастье. И чтобы все в эту школу, в нашу четвертую, шли с любовью. В честь празднования юбилея в адрес коллектива, педагогов, ветеранов и, конечно, выпускников разных лет звучали поздравления от представителей всех ветвей власти. Не обошлось без подарков, заслуженных грамот педагогам. Торжества прошли на высоком уровне. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Активисты российского движения «Школьников» отметили день рождения своей организации и большим праздником. Мероприятие прошло в выходные на базе первой городской школы. На окружной слет РДШ собрались ребята из Нарьинмара и поселка Искателей. Всего более ста человек. Мероприятие проходит уже третий год подряд и стало доброй традицией. Участие в празднике приняли и наши коллеги. Радиоведущие Иван Никонов и Анастасия Саботович. Они стали героями проекта «Классные встречи». Журналисты рассказали детям о своей профессии и поделились секретами удачного интервью. Какие сюрпризы еще ждали участников съезда в следующем материале. Традиционный слет активистов российского движения «Школьников» – это большой праздник. На этот раз он проходит в актовом зале первой школы. В этот день и в торжественной обстановке в ряды РДШ принимают новых героев. Сегодня здесь отмечается день рождения российского движения «Школьников». Мы решили это мероприятие сделать как слет активистов российского движения «Школьников». Ребята к нам присутствуют со всех школ нашего города. За четыре года в регионе к движению присоединились порядка двух тысяч человек из Наринмара, Искателей, Харуты, Каратайки, Умы, Великовисочного, Налиминого носа, Ельвиски, Красного, Коткина. Школьники реализуют себя в рамках различных проектов. Всего их 13. Три из них реализуются в рамках нацпроекта образования «То добро не уходит на каникулы», «Классные встречи» и «Лига вожатых». Самые активные дети были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Кроме того, в рамках съезда были оглашены итоги отборочного этапа на ежегодный Всероссийский зимний фестиваль, на который отправятся девять активистов из Ненецкого автономного округа. Помогать мне еще больше, чем вы помогаете сейчас. Я очень рада, что нас так много. Российское движение школьников – это общественная организация, у которой много проектов и возможностей. Спонсор множества проектов Российского движения школьников в Ненецком округе – Ненецкая нефтяная компания. И я хочу вас всех призвать к тому, чтобы вы тоже придумывали какие-то проекты, продвигали свои инициативы, а ННК всегда с радостью вам в этом поможет. Какой праздник без песен и танцев на фестивале РДШ было весело и шумно. Итоговым мероприятием 2019 года для участников движения станет первый форум регионального отделения РДШ в Ненецком округе «За нами будущее», который пройдет в Наринмаре с 6 по 8 декабря. На форуме будет представлено 5 тематических площадок – гражданская активность, КВН, площадка военно-патриотическое направление, личностного развития и площадка информационно-медийного направления. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». И в завершении выпуска новости спорта. Футболисты Ненецкого округа открыли сезон. В Наринмаре стартовал Кубок округа по мини-футболу. В эти выходные состоялся второй отборочный матч. Участие в играх принимают 9 команд. Игры проходят по круговой системе. По окончанию группового этапа команды-лидеры своих групп сразятся за Кубок в финале. 16 ноября за звание лучших боролись команды «Искателей» и «Молния» Норд и «Спартак», а в воскресенье играли «Зодиак Космос» и «Олимпия СК». «Искательская команда» выиграла со счетом 12-9. Пока что это самый результативный матч турнира, в котором футболисты забили 21 мяч. Норд обыграл «Спартак» со счетом 5-2. Ну, фаворитами у нас всегда являются «Искатели» и «Спартак» и «Норд». Три команды, которые всегда ежегодно, традиционно борются за первое место и все имеют равные шансы. Ну, накал, как всегда, от игре к игре нарастает. Поэтому мы ждем, особенно в финальных играх, большой накал. И потом мы плавно переливаемся в чемпионат округа по мини-футболу, который продлится до мая. То есть люди, которые любят футбол, занимаются футболом, очень этому рады. Ну и мы, соответственно, тоже. Во втором матче игрового дня на Кубке округа «Олимпия» обыграла СК со счетом 9-2 и одержала вторую победу в турнире. «Космос» уже отыгрывался и в, казалось бы, безнадежных матчах. Так получилось и на этот раз. В итоге волевая победа «Космоса» над «Здиаком» с итоговым счетом 7-5. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok